Украина получает со всего мира поздравления с Днём Независимости. Государственный праздник отмечается в разгар войны. В заявлении Еврокомиссии говорится, что Евросоюз будет и впредь поддерживать Украину, защищающую свою территориальную целостность и суверенитет. Президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву пакета военной помощи на 3 миллиарда долларов. К украинцам обратился и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Европа, объединённая демократией и свободой, гораздо сильнее отсталого империализма России. Дорогие украинцы, ваша страна прогонит тёмные тучи войны благодаря своей силе и храбрости. У вас есть друзья в Европе и во всём мире. Мы гордимся тем, что сегодня мы ваши друзья и верим в наше общее будущее. Президент Польши Анджей Дуда в своём видеообращении напомнил, что Польша стала первой страной, признавшей независимость Украины после развала СССР. В своём поздравлении британский премьер-министр Борис Джонсон отметил, что за время войны Соединённое Королевство поставило Украине больше оборонительного вооружения, чем любая другая страна Европы. Папа Римский Франциск выразил надежду на конкретные шаги по прекращению войны и предотвращению ядерной катастрофы в Запорожье. Генсигната Йенс Столтенберг заявил, что сильная независимая Украина жизненно важна для стабильности евроатлантической зоны. Продолжение следует... Продолжение следует...